У всех импрессионистов были любимые сюжеты. У Мане пейзажи, у Ренуара женские портреты, у Дега это были балерины. Точнее, даже не сами балерины, а юные ученицы балетных школ. Девочки 12, 13, 14 лет, кстати говоря, в балетных кругах того времени таких вот юных учениц называли крысками. Дега в огромном количестве создает картины и скульптуры, кстати говоря, изображающие этих самых крысок. Многие задаются вопросом, а что тянуло Дега к этим молоденьким девочкам с их угловатой подростковой грацией? Естественно, сразу же возникают любители покопаться в грязном белье. Но в данном случае поражает отсутствие грязного белья. В личной жизни Дега не было ничего скандального. Он не был женат, нам неизвестно ни про одну его любовную связь, у него, похоже, в принципе не было любовниц. Единственная женщина, с которой его связывала дружба, не любовь, Мари Кассат. Но рассказывает, что когда друзья Дега шутили по поводу того, что когда же он женится на ней, Дега отвечал им, что жениться на ней он мог бы, но вот лечь не в постель никогда. В другой раз Дега заметил, что он вообще никогда бы не смог жениться. Представьте себе, сказал он, я целый день карпел в мастерской над своими картинами. Вечером заходит жена позвать меня к ужину, и, проходя мимо полотна, бросает, миленькая картинка, дорогой. Его художная натура этого бы не перенесла. Но, естественно, многие из всего этого делают вывод, что Дега, натура тонкая, артистичная, не мог бы удовлетвориться связью с взрослой женщиной, что его тянуло к чему-то другому, к рыскам. Мне кажется, что все эти объяснения не стоят выеденного яйца. Я вообще не люблю копаться в подноготные великих художников. Мне кажется, что все гораздо проще и понятнее. Дело в самой сути, в самом духе импрессионизма. Импрессионизм – искусство молодое, революционное и современное. Импрессионизм любит скорость, движение, жизнь. Импрессионизм, в отличие от салонного академического искусства, не обращается к глянцевой поверхности. Ему интересно проникнуть внутрь, показать предмет с изнанки. Не сформировавшийся, ставший предмет интересует его, а предмет в развитии, в росте. И именно это и делает в своем искусстве Дега. Не опытные балетные Примадонны, а молоденькие девочки, которые только начинают познавать азы мастерства. Не сцена, а закулисье. Не идеальная красота отточенных балетных движений, а реальная жизнь балетных учениц. Посмотрите на его картинах, они почесываются, зевают. В этом есть своеобразная красота, которую искусство до импрессионистов игнорировало, и которую импрессионисты поместили на свое знамя, как свою лозунг, как свой девиз. У Дега это проявляется, пожалуй, ярче, чем у всех остальных.